Всем привет, с вами Дваска и сегодня будет видео такое не гайд, не обзор, а скорее дружеский совет по танку, который стоит, наверное, взять себе в ангар и на вооружение, что он есть и кататься на нем, периодически выкатывать и получать кайф. Сегодняшний герой это Крузер МК-2, это британский легкий танк третьего уровня и машинка просто уникальная по своим параметрам и об этом сегодня, конечно же, поговорим. Ну и поскольку это третий уровень, наверное, вы подумали, это либо броня, либо пушка, потому что обычно все на третьем уровне, тем более это легкий танк, они подвижные. Тут как раз ситуация противоположная, танк вообще неподвижный, он имеет 10 лошадей на тонну и 40 км в час набирает, собственно, 40 км в час он идти только с горочки, поэтому назвать его легким довольно сложно. И кажется, что, наверное, броня у него есть и брони у него тоже как бы нет. 30 мм самое толстое место у него во лбу корпуса, то есть пробивает нас даже пулеметчики. Никаких проблем с пробитием у нашего танка нет, поэтому сразу напрашивается вывод о применении его в игре. В ближние боевые столкновения мы стараемся не вступать на этом танке, либо если имеем преимущество в огневой мощи. Скорости нет, брони нет, а что же у него есть? У него есть отличные пушки, у него есть 3 отличных пушки, но, конечно же, нас интересует самая топовая, к ней немножко позже подберемся и поговорим. Но уже в стоке этот танк имеет классную пушку с пробитием в 64, для третьего уровня это очень хорошо. К слову, этот танк попадает, вот сколько я играл, там несколько десятков боев провел, он попадает только к третьем и максимум четвертом уровням, то есть к пятеркам он вообще не попадает. Я ни разу не видел ни одной пятерки, ни одного КВ-1 вообще не было в боях. Ко вторым уровням, к слову, он тоже не попадает, я не припомню, что бы это было, либо это было очень редко. Так вот, имея пробитие в 64, вы уже всех можете достойно ковырять. Третьих и четвертых уровней, без разбора, вы пробиваете там на любых дистанциях. Правда альфа не очень большая, в 45 единиц. Но зато точность хорошая 0,36 и время сведения 1,7. В принципе, данная пушка довольно хороша для работы на дистанции. Вблизи у нее не такой уж хороший ДПМ, всего лишь там 1200 единиц. И сильно как-то повлиять на ход боя в ближнем бою вы не сможете. Перезарядка 2 секунды и это сродни барабану. То есть, самая удобная игра на этой пушке, это взять на автоприцел вашего противника и расстреливать его. Поскольку третий уровень, обычно все, очень много подвижных танков. Там всякие ПЗ-1С, БТ-7, они просто вокруг вас летают. В принципе, закрутить они вас не смогут, потому что и шасси, и башня более-менее крутятся. Но, чтобы не промахиваться автоприцел, вот рекомендую очень-очень играть на нем. Это по поводу первой пушки, стоковой. Дальше у нас есть вторая пушка, она называется 40 мм пом-пом. Почему пом-пом? Потому что она сродни а-ля такому барабану или пулемету, ну скорее барабану. У нее кассета состоит из четырех снарядов и она их выплевывает по два снаряда. То есть, полсекунды перезарядка между двумя снарядами, она делает пом-пом, два выстрела. Потом следующий выстрел, вам опять нужно нажать кнопку выстрела и она опять делает два выстрела. Так называемый пом-пом. Пробитие у нее 49 и альфа тоже 45 единиц. Пушка довольно интересная. Хоть и первая имеет лучшее бронепробитие, но это больше выдает концентрированный урон. И в этом плане она мне больше понравилась, чем первая. То есть, выстреливая четыре своих снаряда из кассеты, вы выдаете 180 урона. А вся кассета перезаряжается примерно 5 секунд. Тоже довольно быстро. Но ее немножко похуже. Разброс уже 0.43 и время сведения 1.9. И здесь вот начинаются первые подводные камни с этой пушкой. Дальность стрельбы у нее всего лишь 400 метров, потому что она сродни пулемету и есть у нее ограничения по дальности стрельбы. К тому же, мне не совсем понравилось, что две пульки, когда они выстреливаются, если первая летит точно, то вторая уже от того, что разброс увеличился, она уже немножко летит в молоко. Поэтому все четыре снаряда вы не всегда сможете пристроить в цель, только когда она совсем вблизи вас, в упор, так сказать. А вдаль это практически нереально. Голдовое пробитие у данной пушки 71 миллиметр и зачастую это выручает. Но, например, против какого-нибудь АМХ-40 даже эти 71 миллиметров они не роляют. И я уже пробовал даже против АМХ-а заряжать фугасы на этой пушке. Но фугас вообще никакого урона не причиняет, поскольку калибр 40 миллиметров, можете их вообще не использовать никак. Поэтому эту пушку, я говорю, что она хорошая, но как бы тоже всерьез ее не считаем. А вот всерьез мы считаем, это орудие 3,7 дюйма, называется Ховицер. Это фугасница, которая имеет пробитие фугасом 47 миллиметров и альфу в 370 единиц. На третьем уровне это просто ваншот. Вот вы можете посмотреть по реплеям, эта пушка просто убивает всех с одного выстрела. Если не убивает, то она отнимает там третий или пол хп у особо бронированных АМХ-38 или АМХ-40 каких-то таких вот, либо каких-то немцев бронированных. И, конечно же, что-нибудь им критует. К слову, у этой пушки есть еще кумулятивные снаряды с пробитием 110, но они имеют урон в 280 единиц. Если фугас 370, то здесь 280. Когда применять кумулятивный снаряд, когда против вас какая-нибудь прочная мишень типа АМХ-38, типа АМХ-40, заряжаем кумуль, выцеливаем ее желательно там, где нет экранов и пробиваем на 280. Да, фугасом можно тоже нанести урон, но это будет, к примеру, там 150. Поэтому смотрим, выбираем, что нам более приоритетно. Сейчас, может быть, нужно добрать его именно вот таким вот способом с помощью кумулятивного снаряда. Но, конечно же, это же фугасная пушка, фугасное орудие. Как сравни КВ-2, как сравни там ВД-17 и Б-183, у этих пушек огромный разброс 0.58, точность, время сведения 3.4. Ну, к примеру, я вам скажу, вот остановившись и начиная сводиться, ждешь где-то примерно 5 секунд, пока сведется пушка, и тогда ты стреляешь. Кидать вертуханы можно, но один из пяти, наверное, там, может быть, попадет, поэтому не сильно рекомендую. Дам небольшой совет, чтобы вертуханы попадали чаще, нужно при наводке на танк хотя бы секунду подождать, чтобы пошло сведение, а потом стрелять. Перезарядка примерно 12 секунд у данной пушки. То есть, выстрелив, вы должны понимать, что до вас за это время никто не должен добраться. А перезарядившись, вы должны быть уже готовы принимать следующего. Зачастую так и бывало, что просто по КД можно убивать и ваншотить всех своих противников. В этом-то и вся фишка данного орудия и данного танка, да, есть еще Валентина Т, это ПТ тоже третьего уровня, у нее такая же пушка, но здесь есть башня, и этот танк, конечно, более интересен, чем, например, та же ПТ-шка. И небольшой лайфхак от моего подписчика Александра, который порекомендовал, если вы видите где-то вдалеке противника и он за рельефом местности, то можно взять его на автоприцел, нажав выстрел, снаряд полетит точно в него. Почему? Потому что пушка стреляет по навесной траектории, то есть снаряд летит по огромной дуге, скорость снаряда 243 метра, то есть очень-очень медленно. Там вы можете сами посмотреть, когда будете сами играть, или у меня в реплеях, просто как арта буквально летит снаряд по такой очень большой дуге и очень-очень долго, там может 2-3 секунды лететь снаряд, прежде чем попадет в цель. Иногда выстрелишь и уже куда-то едешь, и только потом у тебя приходит озвучка, что уничтожен. Очень забавная ситуация, когда такое происходит. Ну и как вы понимаете, играть на данных фугасах это самый кайф. Наверное, на КВ-2 многие водители любят играть, наверное, на СУ-152 тоже многие любят играть, на фугасной пушке. И также на ФД-15Б-183 тоже, наверное, многие любят играть на фугасах. И вот это третий уровень, который дает вам этот кайф ваншота. Можно не играть на арте, а именно играть на таком удобном танке с башней и иметь тот же эффект, что игра на арте. Из оборудования ставим приводы наводки, вентиляцию, поскольку здесь нет досылателя, невозможно поставить на танк, и стереотрубу. Из перков командирую, как обычно, лампочку, перки на сведение, перки на обзор и на бесконтактную боевую кладку. Это первое, чтобы я ремки отдавал, а дальше же боевое братство и так далее. И пару советов вам дам по игре на данном танке на фугаснице. Можете играть как на ПТ, в ПТ-режиме стоять, встречать там в коридорчике, например, тяжи, которые едут там. Они будут замечательно лопаться, а вы не будете замечательно попадать. Но есть другой нюанс. Вы можете играть, в принципе, в ближнем бою. Брони, конечно же, нет, поэтому вы должны выезжать и давать шот, когда противник на вас не смотрит. Либо, если вы знаете, у вас много хп, что противник много урона вам не принесет, а вы его ваншотните. Тогда можно выехать, дать шот и дальше уже смотреть по ситуации. Но одному, конечно, оставаться нельзя, когда очень длинная. Поэтому присматривайте по бокам, чтобы ваши союзники были где-то рядышком недалеко, и они вас, если что, прикрыли. А так, в принципе, все бы ничего, но вот это вот долгое сведение, косость пушки, она накладывает свой геймплей на танк. И, может быть, это не всем понравится. Ну, а если вы хотите достичь серьезных результатов, играя на данном танке, на фугаске, то приготовьтесь все-таки поучиться, покататься на этом танке. И со временем, конечно же, вы приобретете навыки, которые позволят вам быть просто царем на этом танке. У меня там больше 60% побед на нем получается, и это вообще не напрягаясь. Ну, не надо на нем сильно как-то там потеть и напрягаться. Вы понимаете, что 370 урона — это ваншот любого танка на третьем уровне, любого, абсолютно. А если даже какой-то хетцер к вам припрется со своей бронированной мордой и бортами, вы им просто на пол-хп этим фугасом сносите. Вот в чем фишка данного танка. Ну вот и все, наверное, что я хотел рассказать вам. Я рекомендую этот танк всем, всем иметь в ангаре и периодически на нем выкатывать и фаниться. Это огромный фан просто. Танк для получения удовольствия. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии по поводу данного танка, данного видео, и какие танки вы еще знаете, которые нагибают отлично в первых, вторых, третьих уровнях. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Дваска. Всем пока.